На часах запланированное время старта, однако на море полный штиль. Выход приходится отложить на полчаса, а это значит, волнение среди участников только возрастает. И вот долгожданная команда старта, но пересечь заветную линию на полных парусах без фальстарта – серьезное испытание даже для самых опытных спортсменов. Соревнования одни из первых в сезоне, поэтому практически в каждой команде есть те, кто в регате участие принимает впервые. У нас, скажем так, более тренировочная будет гонка, новые ребята в экипаже, поэтому так потренироваться, прокатиться, показать. 25 морских миль и несколько контрольных точек – День России во Владивостоке отметили праздничной регатой. Даже паруса нескольких яхт, которые вышли на воду в этот день – символикой триколора. У нас одна гонка, но она достаточно продолжительная – 25 миль. То есть, ну так, по ветру, наверное, часов пять будем в море. Ну, это такой праздник, поэтому мы вот давно уже решили всей федерации всероссийской отмечать его в море. Это правильно. Паруса России – это всероссийская регата, в которой участвуют более 25 тысяч яхтсменов из прибрежных городов – от Владивостока до Калининграда. Праздничная гонка – ни отбор, ни этап. Участвуют все, кто хочет и кто готов. Всего на акватории Амурского залива вышли более 100 яхт – от самых больших – 55 футов – до самых маленьких – оптимистов. Участникам регаты от 8 до 80 лет. Несмотря на то, что этот выход прежде всего ради удовольствия, все же по традиции в каждом классе выделили победителей. Грамотно была поставлена тактическая задача – быть в середине группы, можно так сказать, все кучно, и дальнейшую просто победить на лавировочном галсе, что мы успешно выполнили. Мы шли на эту гонку неполным экипажем, все ребята вышли в пятером, мы вышли только в четвером, один заболел. Ну, тем приятнее было победить неполным экипажем. Победы никогда легко не даются. Этому предшествует и ряд подготовительных мероприятий к началу сезона по корпусу, по токелажу, по рангоуту, ну и, конечно, самое главное – это по парусам. Вообще, я в таких соревнованиях первый раз принимала участие, мне очень понравилось, было захватывающе. Особенно, куда были волны. Ну, заняли первое место, это радует. Соревнования детских и юношеских яхт прошли по своей дистанции в районе спортивной гавани и бухты Федорова. Для юных спортсменов это хорошая тренировка перед большими соревнованиями. Со вторника и всю неделю во Владивостоке будет проходить детская регата всероссийского уровня. Олег Завьялов, Инна Чедрова, Евгений Опарин, Александр Бортовщук. Новости спорта на восьмом.